Ну что, мои дорогие, всем привет! Я очень рада, что вы осознали свою готовность к изменениям, свою готовность к проработке своих отношений в семье. И давайте без лишних предисловий просто начнём. У меня есть мой любимый блокнотик, в котором я расписала всё, что хочу вам сегодня сказать, чтобы ничего не забыть. Поэтому не обращайте внимания, если я буду немного подсматривать. В этом видео я расскажу вам о своём опыте, дам вам конкретные практики, которые я выполняла сама и которые помогли мне. Ну и, конечно, расскажу немного о других способах проработки этих самых отношений. Поехали! Собственно, очень хочется начать с мысли, с которой начался мой путь проработки отношений с родителями, проработки отношений в семье. Звучит она примерно так. Наши родители не были готовы к воспитанию детей. Особенно если вы первый ребёнок в семье, для вас это наиболее актуально. Даже если ваши родители планировали вас, даже если они хотели и целенаправленно шли к тому, чтобы родить ребёнка, они всё равно не были к этому готовы на 100%, потому что это для них самый первый опыт воспитания и рождения детей. Они воспитывали нас так, как их воспитывали их родители. У них просто не было другого примера. И эта мысль в своё время очень сильно помогла мне в принятии моих родителей, в принятии наших взаимоотношений и в том, чтобы лучше их понять. С чего следует вообще начинать любую проработку и любые изменения, любые духовные практики, так это с очищения. Я всегда всем говорю, что для начала мы избавляемся от старых негативных убеждений и только после этого приобретаем новые. Что я имею в виду? Могу вам привести пример с комнатой или с квартирой, с домом, неважно. Когда вы только-только покупаете или снимаете новую квартиру, вы что первым делом делаете, так это убираетесь. Вы очищаете пространство, протираете пыль, моете окна, полы и так далее. И только после этого начинаете наводить уют в этом самом доме. Так же работает и с нашей головой. Прежде чем начать наводить уют, то есть закидывать в нашу голову какие-то новые положительные мысли и установки, мы очищаем ее от старых, от негативных убеждений и таким образом перестраиваем свое мышление. Так же еще сразу хочется сказать, что все практики, о которых я буду говорить вам сегодня в этом видео, я буду оставлять в описании под ним, чтобы вам было просто удобнее им пользоваться и не приходилось каждый раз пересматривать это видео. Итак, первая практика, собственно, на замену этих негативных установок. Я думаю, многие о ней слышали, потому что часто советуют его психологи, но очень многие также ей пренебрегают, к сожалению. Что это за практика? Мы берем лист бумаги или блокнот свой любимый, лучше тот, который вам больше нравится, конечно же, делим его на два столбика. И в первом столбике мы вписываем свои убеждения, те, которые уже заложены в нас, в нашем разуме, родителями или социумом. Может быть, в школе вы какие-то подхватили, да, установки. Все их мы выписываем в первый столбик. Эти установки должны касаться семей, семейных отношений, в принципе, отношений. Может быть, только родителей или детей. В общем, все, что вас беспокоит в этом плане, вы выписываете в первый столбик. Например, это может быть установка, допустим, Новый год, семейный праздник. Возьму сейчас самый банальный пример, но так будет максимально понятно. Новый год, семейный праздник. Вот мы выписали его в первый столбик, и во втором столбике мы изменяем эту установку, то есть заложенную в нас ранее кем-то другим, не нами. Мы изменяем эту установку на то, что мы на самом деле думаем про Новый год. То есть, если вы не считаете, что Новый год — семейный праздник, вы просто считаете, что это такой же обычный праздник, как и все, и вы не обязательно проводите с семьей, вы именно так и записываете во второй столбик. Таким образом, мы искореняем старые убеждения и заменяем их новыми. Конечно же, каждый день нужно перечитывать наши новые убеждения, чтобы они устоялись и устаканились, так сказать, в нашей голове, и наш мозг их принял и впитал. И так мы проделываем абсолютно с каждой нашей установкой касаемой семьи. Кстати, это упражнение, эту практику можно делать на любую тему, то есть не только про семью, так же это может быть про деньги, про отношения, про самореализацию, вообще абсолютно про что угодно, что вас беспокоит, если вы чувствуете, что у вас в голове какие-то старые установки, которые мешают вам двигаться дальше и жить вашу жизнь настоящим так, как вам хочется, то вы просто проделываете то же самое на любую другую тему. Итак, идем дальше. Что бы я могла еще порекомендовать — это медитации. Медитации для спокойного мозга. То есть очень хорошо подойдут медитации просто в тишине, также я вам оставлю ссылки на свои любимые медитации. Там есть также медитация на благодарность роду и, по-моему, прощение родителей, что-то такое. Зачем вообще выполнять такие медитации? Для того, чтобы успокоить наш мозг. Ведь когда у нас много тревожных мыслей в голове, мы просто не можем думать о чем-то позитивном, думать о чем-то другом, в принципе, не то, что уже позитивном. Поэтому это тоже считается как бы практикой на очищение. Итак, вот мы закончили с очищением. Что идет дальше? Так это проработка. Что имею в виду? Мы можем проработать наши чакры, именно нужные чакры. Сейчас я вам расскажу немного подробнее об этом. И также выполнить проработку своего Солнца и Луны в натальной карте. Я, как астролог, конечно же, не могу об этом не упомянуть, потому что я сама этим пользуюсь, я сама этим живу. И это то, что помогло мне очень сильно на пути вообще выстраивания здоровых отношений с семьей. Собственно, Солнце в нашей натальной карте отвечает за папу, за весь мужской род в нашей натальной карте, соответственно, мама за маму и весь женский род в нашей семье. И таким образом, если мы выполняем свои солнцезажигающие и лунно-расслабляющие действия, мы как бы прорабатываем наши внутренние конфликты с родителями, которые связаны, и таким образом идем более вглубь, вглубь этой проработки. Так что записывайтесь ко мне на консультации, покупайте мои астроразборы с СЗД плюс ЛРД, я буду вам рада, буду вас очень ждать. И по поводу чакр, что хочу сказать, тут нам понадобятся две чакры. Это Анахата и Вишутха. Анахата — это наша сердечная чакра, она находится в районе солнечного сплетения. Вишутха — это горловая чакра, как вы понимаете, находится она, соответственно, в районе горла. Что мы делаем с этими чакрами? И почему нужно проработать именно их? Потому что сердечная чакра отвечает за нашу безусловную любовь, в том числе и к родителям, вообще ко всему окружающему миру, и вообще ко всем, кому бы только не было на этой земле. То есть это когда мы любим, просто потому что вот человек существует. А Вишутха отвечает за нашу проявленность, за наше умение разговаривать, доносить свои мысли, и в том числе за обиды и какие-то невысказанные эмоции. То есть если у вас они есть, то они все застаиваются на уровне горла. Вы, может быть, даже чувствуете, что какой-то у вас комок в горле застревает, когда вы, например, не поплакали, когда хотели поплакать, или не сказали, когда хотели что-то сказать. Таким образом у нас происходит застой энергии в этой чакре, и отсюда появляются болезни горла, болезни щитовидной железы. Если вы часто болеете, если у вас часто болит горло, это повод задуматься о том, что нужно прокачать именно Вишутху. Ну и как же проработать эти чакры? Давайте начнем с анахаты. Она у нас зеленого цвета. Тут работает цветотерапия, звукотерапия, медитация, йога, может быть, ношение каких-то определенных камней для этой чакры, благовония можно жечь тоже, есть определенные благовония для чакр. Это все относится и к Вишутхе, то есть я вам также оставлю в описании, какие камни относятся к этим чакрам, благовония. Оставлю упражнения с йогой, медитации на прокачку этих чакр, и обязательно выполняем звукотерапию и цветотерапию. Что это такое? То есть мы слушаем определенные звуки, это все есть в Ютубе, также вам оставлю ссылку, на проработку, очищение или наполнение этих двух чакр. И цветотерапия — это когда вы носите, например, одежду этого цвета, или, знаете, продают сейчас такие раскраски, как раз с чакрами, вы закрашиваете определенную чакру ее цветом. Собственно, анахата зеленая, Вишутха голубая. Вот эти цвета очень вам помогут их проработать. Собственно, этими цветами можно окружить себя. Я не знаю, носить одежду, как я уже говорила, такого цвета, поставить, может быть, на обои этот цвет, что-то купить в дом. В общем, тут уже ваша фантазия в помощь. Что еще поможет вам проработать эти самые отношения, так это избавление от обид на родителей. Я уверена, у многих, если не у всех, они есть и даже появляются неосознанно, может быть, в более раннем возрасте, может быть, в зрелом. Но, скорее всего, просто произошла такая ситуация, связанная с вашей семьей, в которой вы почувствовали себя жертвой. Отсюда, собственно, идут все обиды. И, таким образом, избавляясь от вот этого синдрома жертвы, мы избавляемся от обид. Нам нужно простить себя, простить родителей, простить мир за то, что когда-то произошла определенная ситуация, которая привлекла за собой такие последствия. Как вообще простить? Простить себя, простить других, понять, почему в вашей жизни происходят те или иные сценарии из раза в раз. Я вам дам также практику, напишу ее отдельно, оставлю под видео. Она называется «Три письма». Три письма, которые помогут вам проработать вашу обиду. Ее можно выполнять, собственно, бесконечное количество раз, столько, сколько вам потребуется. Возможно, кому-то потребуется один раз, возможно, кому-то потребуется два, кому-то десять. Не спешите, не торопитесь, дайте себе время. Если у вас возникнут какие-то вопросы еще по поводу этой практики, обязательно пишите мне, не стесняйтесь. Я вам объясню подробнее, если в прикрепленном файле было недостаточно подробно, но я надеюсь, что там достаточно подробно. Я бы старалась все расписать. Ну и в качестве такого небольшого бонуса хотелось бы, конечно, рассказать вам о книгах, которые помогли мне, и которые, я уверена, помогут и вам. Если особенно вы хотите начать читать, или если вы уже читаете, я думаю, этот пункт будет для вас не менее полезным, чем предыдущие. Собственно, первая книга называется «Это началось не с тебя». Я вам здесь прикреплю каждую, чтобы вы смогли ее потом найти. Тут я даже ничего не буду говорить. Про род, про отношения, must have, просто читайте. Вторая книга называется «Ты сама себе психолог», и в ней уже идет очень много именно практических заданий на проработку отношений, на проработку родителей. И мне они очень помогли. Я их выполняла прямо каждая, садилась, прописывала на листе. Также в этой книге, кстати, есть и другие упражнения, то есть на другие какие-то темы и сферы вашей жизни. Думаю, они тоже будут вам интересны, если вы смотрите это видео, если, собственно, вы здесь. Ну и еще одна книга, я думаю, про нее все уже слышали, и она называется «Пять языков любви». Почему важно прочитать эту книгу? Потому что это поможет вам не только понять своих родителей, но и понять других людей и лучше понять самого себя. Мне эта книга помогла тем, что я улучшила взаимопонимание со своим папой, за что я очень благодарна. Ведь в более раннем возрасте я думала, что он меня не любит, только потому, что он не проявляет свою любовь так, как я ее проявляю, а мы все по-разному проявляем свою любовь, и это абсолютно нормально. Собственно, в детстве он показывал свою любовь какими-то подарками или покупками, или тем, что мог дать мне денег на карманы и расходы, и так далее. Но я этого не понимала. Я думала, что любовь — это объятие, это прикосновение, это слова, когда говорят, «Да, я тебя люблю» прямо конкретно. И поэтому у нас были разные языки любви, и, собственно, поэтому мы не понимали друг друга, точнее, я не понимала папу. Не знаю, понимал ли он меня. В общем, это создавало определенные проблемы. Я чувствовала себя каким-то обделенным, недолюбленным ребенком, но, слава богу, сейчас я понимаю, что это абсолютно не так, просто у нас разные способы выражения этой самой любви. Поэтому присмотритесь к своим родителям, присмотритесь ко всем языкам любви и поймите, что людей нужно любить их языками любви, а не вашими. Ну и в заключении хотелось бы сказать одну очень простую, но важную вещь, о которой все почему-то забывают. Разговаривайте со своими родителями, разговаривайте со всеми, с кем у вас не ладится отношение. Если у вас, конечно, не какие-то суперабьюзивные отношения, которые вы понимаете объективно, что вы можете исправить, что над ними следует работать, и что над ними можно еще работать, и это принесет определенные результаты, то исправляйте. Потому что жить с этим не нужно никому. Если у вас нет такой возможности, что я рекомендую, так это проработку всего остального рода. То есть это могут быть какие-то древа жизни, по-моему, так они называются. Это когда вы собираете как можно больше информации о всех своих родственников до десятого колена просто, и выписываете какое-то, рисуете дерево, выписываете туда всех, узнаете, кто чем занимался, узнаете, кто как жил. Это также помогает понять ваши родовые установки и их проработать. Также помогает понять, почему происходят в вашей жизни те или иные вещи. Может быть, кто-то из вашего рода не закрыл какие-то задачи, которые вам даны по карме, и теперь они, собственно, перешли на вас. Это тоже очень интересная вещь, но я считаю, это уже какая-то отдельная тема. Так что, если вам, кстати, интересно, то напишите мне в Инстаграм, мы её с вами разберём, возможно, даже в сторис. Дайте знать. В общем-то, на этом всё. Спасибо вам за просмотр. Я очень надеюсь на то, что вы всё-таки возьмёте свою жизнь и свои отношения в свои руки и начнёте что-то делать, потому что важно не только, знаете, посмотреть, купить лекцию, посмотреть, что же мне делать, но ещё и делать все эти практики, прорабатывать чакры, выполнять упражнения, которые я вам дала. Поэтому я вас верю, верю, что у вас всё получится и желаю вам удачи. Пока.